Иногда кажется, что это мы живем в доме у кошки, а не наоборот. Эти гордые и независимые животные тысячелетиями обитают рядом с человеком, но в отличие от собак, все равно гуляют сами по себе, возвращаясь домой, чтобы погреться и вылокоть блюдца молока. В 1973 году резиденция премьер-министра получила нового сотрудника, котенка, обязанного избавлять помещение дружно-сынов. Имя новичок получил соответствующий статусу Уилл Берфорс. Под ним он и вошел в мировую историю. Привилегированный сотрудник Министерства имел право появляться на свиданиях, даже на самых секретных. На памяти кота резиденция четырежды меняла своего хозяина. Последним премьер-министром, которым он и правда служил кот, стала Маргарет Тетчер. Большалов стал ее любимчиком. Леди уделяла много внимания особому сотруднику и часто баловала его гостиницами, привезенными из командировок. По старшему коту назначили пенсию, переселили в уютный особняк. О кончине Уилл Берфорса Тетчер лично доложила собравшимся министрам. В Японии есть храм в Экагасиме, посвященный семи кошкам. Храм необычный, очень почитаемый часовых дел мастерами. Здание было заведено в 17 веке. Память о помощи оказана представителями семейства кошачьих во время военных действий. История утверждает, что событие случилось во время войны в 1600 году. Отправляясь на битву, главнокомандующий взял в обоз семь котов. Этим животным предназначалось быть военными часами. По их зрачкам, сужавшимся или расширявшимся, Японцы точно определяли время. Коты-путешественники довольно распространенное явление. Умение ориентироваться и хорошая память позволяет им преодолевать тысячи километров на пути домой. Но Бинглс предпочитал не утверждать лапы, а отправиться в путешествие на самолете. Все началось с перелета из новозеландского окленда в Брисбен. Хотя его отправили питомца самолетом авиакомпании, но до пункта назначения он так и не добрался. За через неделю зайца поймали в аэропорту Сиднея. Самолет с котом путешественникам на борту успел побывать в Австралии, Новой Зеландии, приземлиться в Мельбурни, летать до Фиджи и Сингапура. Представитель одной из самых крупных кошачьих пород не умеет мяукать, как остальные кошки. Они общаются с звуками более приближенными к человеческой речи, чем к привычному кошачьему языку. Еще одна особенность их речи – большое количество интонаций. Эта порода выведена в штаты Мэн. Считается, что кошки появились после скрещивания с енотами. Этим объясняется неумение нормально мяукать. Вторая вещь о происхождении породы – гибрид кота с рысью. Любимец химика Бернадо Куртоа обожал проводить время в лаборатории хозяина. И при этом норовил усеться ему на плечо. Как-то раз ученый обедал рядом с рабочим столом, а кот сидел на любимом месте. Несколько шум застал животное спрыгать, но в прыжке питомец задел и перевернул колбы, заготовленные для работы реактивами. Так уж случилось, что в одной сбившейся колбы была вытяжка из зала и водосли. Содержащая ее дыд, натрия, смешанная с эталоном. В другой – серная кислота. Все, ужанное котом, смешалось воедино. Началась химическая реакция. С пола поднялся синий фиолетовый пар, который потом осил на поверхностях в виде темных кристаллов. Так был изобретен обычный йод. Порода турецкий ванн появилась на берегу одноименного озера, расположенного в высокогорном районе Турции. Местность отличается холодной зимой с довольно суровыми условиями. Так что местные кошки имеют водонепрецамую шерсть и прекрасно ловят мелкую рубежку. Эти кошки – прирожденные хищники, умеющие хорошо плавать и обожающие купаться. Способны обеспечивать себя прокорм. Их шерсть быстро сохнет, не сваливается и не нуждается в расчесании. Пятна на веках кошки. Мусульмане призывали метками Аллаха. Оказывается, самая обычная кошка – это ленивое существо, ни разу не покидавшее пределы. Квартира может мчаться быстрее, чем человек-рекордсмен по бегу. Дело в том, что с рыбка, которая сбивает скорость до 50 км в час, далее переходит на скорость 13,5 км. У животного лучше развиты мышцы. Оно передвигается не только по земле. В случае опасности кошки молниеносно взлетают в недоступные высоты или очень быстро убегают от противника. Они способны обогнать даже собаку. В 1997 году в горке на Аляске выбирали мэра. Кто-то шутку предложил в кандидатуру бесхвостного кота. Шутку поддержали, и Стабс стал мэром. Почетный мэр жил при офисе хозяина. Ночами любил обходить с дозором свой город. Горожанам понравился пушистый представитель власти. Они пересбирали Стабсона на второй срок. Свою должность кот занимал целых 15 лет. За время пребывания на посту градоначальник лакомился водой с кошачьей мятой, ездил по окраинам города на суровозе и даже вступал в неравный бой с бродячими собаками. Ее золи Фелисет, и она была космическим первопроходцем. Перед полетом кошечки вжили в мозг датчики, передающие на Землю информацию о ходе полета. В октябре 1963 года она первая и официально единственная из семейства кошачьих вышла на околоземную орбиту. Ракета с кошкой достигла 100-километровой отметки и благополучно вернула усатую космонавку домой. А вот второй кошке не повезло в путешествии. Техника дала сбой, и полет сорвался. На уроках истории рассказывали о древних жителях Египта, тысячелетиями почитавших кошек. По мнению египтян, это были божественные создания, в главе с кошкоголовой и богиней Баст. В древнем мире их оберегали. Убийство кошки преследовалось законом, и наказание было похлеще, чем за человека. Но египтские кошки не были самыми древними питомцами. Скорее всего, они появились рядом с первобытными людьми. Возможно, жили шумерами и другими древними народами нашей планеты. Официально доказано, кошки жили на Кипре. Ученые нашли захоронение возрастом в 9500 лет.